Всем привет. Привет всем. У нас интервью с настоящим викингом, который прибыл на свою родину, в Данию. Это твоя родина, Дань? Нет, моя родина Урал. Урал. Как-то перепутал. На самом деле у нас интервью с Ваней Эдвардом после первой игры на тренере Копенгаген Геймс. Вы только выиграли у Семаракс. Первая карта была, скажем, напряженная для вас. Ожидали такой борьбы от них или нет? Ну конечно, представьте себе, эта команда пролетела сколько тысяч километров, чтобы попасть на этот турнир. Они подошли со всей серьезностью к игре, поборолись на первой, на второй. Они были свергнуты. Вы вчера прилетели в Данию. Как тебе вообще город? Естественно, первое впечатление, что это очень дорогое. Сказалось ли это на твоем кошельке? Да нет, не особо. Мне вообще нравятся страны Скандинавии. Города, архитектура, улицы. Между прочим, в Копенгагене самая длинная пешеходная улица в Европе. Мы вчера застали такое очень неординарное действие. Ну, буйствие, можно так сказать, шел футбол. И, видимо, после футбола все фанаты решили пройтись по центральной улице и изобрести в различные пабы и бары. Их охраняла полиция, шла, скажем так, просто за ними, ну, как будто наблюдали. В то же время полицейские могли подойти, общаться с фанатами, улыбаться, шутить, пили вместе пиво. Ну, то есть это вообще для меня дико было. Дико и в то же время очень необычно и, ну, в общем, мне понравилось то, что я увидел. Хоть это были полные беспорядки происходящие, но улицы китались петарды. Было такое ощущение, что в городе происходит какой-то теракт или что-то типа того, то есть адреналин какой-то. Вот. Так что это было занимательно. Копенгагенз после того участника напоминает чемпионат мира своеобразный. Как тебе атмосфера турнира, вот условия, насколько я знаю, вы играете на ноутбуках, а практически все остальные команды на компьютерах. Как тебе вообще играется вот на... Ноутбук достаточно хороший, вообще не испытываем дискомфорта. А вот по отношению к другим участникам, ну, считаешь ли, что это своеобразный чемпионат мира? По составу участников, безусловно, считаю. Атмосфера, конечно, не дотягивает до какого-то феерического чемпионата. Здесь довольно-таки скромно все, но мне нравится, что здесь тихо, немного людей, ты сосредоточен на своей игре, тебе ничего не мешает, это главное для игрока. Что скажешь в формате турнира? Играть в Best of 3 в группах, затем в Best of 3 в сетке дабл, если вы выходите с высокого места? Как тебе вообще-то система провести? Необычно, такого редко бывает. Еще плюс то, что мы играем, если вдруг проигрываем в дабле в формате Best of 3, падаешь в лозера и там играешь в Best of 1 еще. То есть будет сыграно очень много игр на этом турнире. Я думаю, мы готовы играть много карт. Ну, некоторое время назад считалось, что Best of 3 это формат Na'Vi, то есть вам удобнее играть именно на эту страну, поскольку вы готовите определенные карты. То есть считаешь, что это так? Да, безусловно, так и есть. Хорошо. А сейчас с кем будете играть? Сейчас будем играть с датчанами. Правда, я не знаю с кем? С Shark Gaming или же со вторыми, командой, которая последняя. Хорошо, Вань, спасибо за небольшое интервью. Спасибо, пока.